приветствую друзья как я уже обещал рассказать вам про оставшийся чай как я себе заказал на текущий момент у меня заказано 3 чая то есть два я уже вас ознакомил двумя и вот третий есть еще какой-то пробник непонятный но любопытный судя по всему это просто пуэр самый обычный но жалко что они ну нарисовали хотя бы как выглядит блин с этим пуэром потому что но допустим я получил этот пробник и что мне заказывать попробую конечно интересно но не совершенно не ясно что заказать если мне этот пробник понравится то есть как-то вот китайцы в этом плане не продумали совсем ну и как выглядит сам блин чем он особенен во первых это блин из почечек есть всякие защитные штуки обычно еще бумажку встраивают сам чай вот таким вот образом он выглядит это почки дикого пуэра но блин это очень круто очень здорово у продавца которая заказала очень много заказов большинство людей пишет что прям нереально классно мы сейчас попробуем вот видите вот сюда вот встраивает прям внутрь бумажку это говорит о том что это оригинальный чай и и прям туда прессуют в чай то есть подсунуть ее как-то совершенно невозможно если вы такое вот увидите это значит что все нормально так ну давайте заварим говорят что ломается легко как почечки ну вот у нас первое были почки просто отдельно 2 был пуэр а это пуэр из почек то есть вот такой прессованный так что очень любопытно я уже все подготовил до ломается легко достаточно вот так вот выглядит чайчик ну сейчас мы это все распробуем первым делом промыл кипящий водой чайник теперь в чайник помещаем пуэр вообще нет для одного должно быть достаточно и столько чуть побольше кинем так давайте уберем сюда что было видно как выглядит так все теперь осталось промыть то есть первое пролив то есть заливаем сейчас кипяточком чтобы закрыть чай и тут же сливаем для того чтобы просто убрать всякую чайную пыль ну короче весь мусор чтобы убрать делаем это причем желательно это делать прям очень даже сразу чтобы чай не успевал завариться то есть это у нас такой мусорный стакан из него мы не пьем это отходы целый стакан получился ну и теперь заливаем уже воду для того чтобы пить вот так вот выглядит чайчик пока заливаю примерно 90 градусов я использую самый обычный чайник вот так вот это все выглядит на текущий момент закрываем поскольку это пуэр я его хочу пить и не очень проливами я хочу чтобы он немножечко настоялся и поэтому даю ему какое-то время настояться ну вот так вот так прошло непродолжительное время видим почечки раскрылись выглядит это все уже очень даже любопытно ну и давайте попробуем немножечко окрасилась уже вода можно пробовать пить опять-таки используем кружечку ледяные трещины ссылку на нее я уже давал на алиэкспрессе на предыдущем видео так что если вам интересно ну смотрите сами есть целый набор их когда я покупал они были по одной штучке продавали сейчас почему-то продают набором даже с чайником но смотрите на али можно все то найти все что нужно вот такой вот немножечко окрашенный цвет как я уже говорил каждая следующая заварка будет крепче и вкуснее ну пробую очень необычный вкус очень очень даже не знаю на что похож я вообще не люблю когда люди начинают рассказывать что чай у них с нотками фруктов ну можно и так сказать но это конечно же приближение это какой-то какая-то аппроксимация попытка свести одно к другому которое вообще не похоже но здесь вот реально что-то такое ближе наверно к яблоку ну почки наверное это все таки вкус почек он такой ну очень не похож кстати на то что мы пили первый раз когда были обычные почки но это почки дикого пуэра то есть это не просто какой-то облагороженный куст это действительно какой-то какие-то маленькие кусты которые обычно не идут к сбору пуэра вот с него именно собирают почки написано что 2015 год ссылочка конечно же будет под видео ну любопытно 51 заказ на текущий момент и 49 рейтинг по данному товару из 69 голосов то есть в основном людям нравится там паре человек не понравилось но всегда такое бывает всегда бывает недовольны блин очень очень приятный очень могу могу посоветовать друзья потому что вкус ни на что не похож то есть нет такого чтобы я пробовал с таким вкусом действительно есть что-то похожее на нотки фруктов но вот так вот судить что именно не берусь ну чтобы внести какой-то полезную информацию наше питье чая моё питье чая но также рекомендую вам тоже заварить чинить приятненько могу рассказать о своем недавнем открытии что для себя нашел я слушаю не только музыку я слушаю еще аудиокниги и вот последнее мое открытие это был джо абер кромби блин когда наварилась еще лучше чем он крепче тем он вообще раскрывается вкус вообще супер джо абер кромби написал несколько серий и несколько таких ответвлений от серий очень любопытно но и серия полувойна очень хорошая и серия про шести палого в принципе это фэнтези конечно и кто-то скажет ерунда но так как он пишет это фэнтези это просто великолепно то есть там где надо показать жесткость и резкость он показывает жесткость и резкость там нету супер геройства есть конечно герои и супер герои даже какие-то но у этих героев во первых есть характер есть плюсы и минусы и не только положительные вещи но есть ошибки то есть раскрывает судьбу очень круто очень классно и интересно не только там взрослому возрасту но и подростку будет очень круто почитать это послушать я вот слушаю вот даже не буду лукавить его джо абер кромби сейчас у меня книжка герои конечно серия герои вырывается вернее серия книжка герой вырывается из общего рассказов из общей массы его книг потому что главный герой книги друзья не человек а война все люди показаны какие-то черви с мелкими проблемами мелкими задачами слушать эту книжку ну довольно тяжело в этом плане потому что все время пытаешься отслеживать какую-то человеческий фактор какого-то конкретного героя а все конкретные герои там ничего не значат значит только вот общая масса общая сумма ну и это на самом деле взрывает мозг в плане того что подача не та которую ты ожидаешь то есть ты ожидаешь что появляется человек он является героем книги всю книгу про этого человека как он живет что он делает а там целая куча людей и эти люди там сегодня появились завтра его уже нет там убили на войне или там вообще с него фокус сняли и сфокусировались на другом человеке или вообще нам как конкретной какой-то локации вообще вот герои здесь до думаю что это герои то есть люди героя на самом деле герои это было там место такое где были огромные камни под которым по преданиям захоронены герои прошлого то есть это локация герои а вовсе не люди ну очень любопытно друзья я вот люблю чайчик поставить и включить либо музыку либо какую-то аудиокнигу через вот такую штуку я слушаю так вот у меня стоит через аукс включаю и слушаю и то есть если не музыка то это аудиокнижка очень здорово я кстати думаю что в скором времени уже начнут появляться аудиокниги во флаке иногда чтецы настолько хороши что их стоит слушать во флаке они какой-нибудь mp3 128 который я сейчас предпочитаю ну давай вообще термоядерный используйте всегда маленькие кружечки друзья если пьете хороший качественный чай но вот реально вот в этом есть фишка своя что с каждой новой заваркой он крепче и вкуснее насыщеннее ни в коем случае не доливайте молока вот в этот чай точно не надо не надо доливать мед ничего есть них ни сахара не сыпьте ничего туда то есть он самодостаточен ничего туда добавлять не надо единственно в прикуску можете что-нибудь там конфетку взять ну вы должны понимать что конфетка она имеет свой вкус и у нее очень резкий сладкий вкус поэтому вы будете внимать больше конфетки чем чаю то есть внимание фокус внимания ваш передвинется с чая в основном на конфетку поэтому лучше этого не делать лучше наслаждаться чаем вот так как он есть потому что чай это растение у него свой невероятно прикольный вкус вообще мастера прошлого конечно говорят о том что когда вы над чем-то наслаждаетесь не надо это мешать чем-то другим если вы пьете чай не стоит там слушать музыку потому что ощущение от музыки вот если вам музыка не нравится вы очень много внимания туда тратите на музыку на какое-то подавление борьбу внутреннюю с ней или наоборот если нравится очень внимания много уходит на то что нравится таки подпеваете и меньше внимания уже уходит на то что в этом пьете идите чаёчек например и в результате чего происходит подмена вот например если дать вам какой-то чай поставить музыку которого мне нравится чаем скорее все тоже не понравится потому что у нас мы суммарно все воспринимаем так мы устроены а если музыка понравилась то и чай понравится как-то вот так вот можно даже этим пользоваться в плане того что если чаёчек не нравится поставить музыку которая нравится и тогда чаёк тоже будет ничего в принципе но лучше первый раз например сесть и вот попробовать именно чай как есть ничего не включая потом можно уже как-то поставить на фон музычку можно поставить на фон книжку или вообще сесть например пообщаться с другом под чаёчек это вообще супер ну ладно уже длинный достаточно ролик я допью чаёк чаёк становится все круче и круче очень рекомендую ссылочка в описании стоит порядка 20 баксов за такой вот огромный блин 19,98 сейчас я не помню за сколько я его купил по-моему за столько же и купил ну круто рекомендуем чайные почечки от дикого поэра ну а я пока допью и книжечку включу на попробуйте обязательно оберкроме послушать очень здорово так